всем привет сегодня поговорим про кухне это знаете ли такой элемент интерьера без которого в интерьере не обойтись ну сами понимаете нужно прийти домой приготовить еду потом накрыть на стол покушать все это собрать и в посудомойку обратно опять таки же она встроена в кухню вопрос что делать когда не хочется чтобы кухня была на виду то есть надо скрыть кухонный гарнитур максимально растворить его в интерьере друзья сегодня я вам покажу 10 примеров того как сделать кухню невидимку поехали дорогие друзья товарищи сегодня я вам покажу 10 вариантов различных кухонь которые просто ки растворяются в интерьере это такие варианты о которых вы даже подумать не могли и в мыслях себе представить тем более вы не сможете такого увидеть в кухонных салонах и не факт что эти варианты вам подойдут вопрос зачем тогда я все это вам показываю ответ для того чтобы расширять дизайнерский кругозор без этого дорогие мои мы не сможем с вами создавать интересные креативные дизайны интерьеров поэтому мы занимаемся самообучением каждую неделю и в том числе изучаем вопрос кухонь и вот сегодня я с вами этим и поделюсь именно эти знания вам особенно нам помогают создавать такие креативные интерьеры которые вы можете лицезреть на нашем замечательном сайте кстати говоря всех приглашаю ссылочка будет в описании ну а мы начинаем итак я открываю свой хит парад это кухня тумба которая висит на стене и так с первого взгляда и не скажешь что это кухонный гарнитур но это именно он и есть и на следующем слайде вы увидите как работает эта штуковина которая изначально выглядит просто-напросто как тумба приколоченная к стене и висящая на этой самой стене но не все так просто поднимаем крышку и внутри находится кухонный гарнитур то есть все необходимое для приготовления пищи это мойка и это варочная поверхность посмотрите как креативно ребята подошли к вопросу и вы такое тоже сможете сделать например вы не очень много готовите у вас небольшая квартира вам нужно скрыть кухонный гарнитур вот пожалуйста вам вариант номер один вы спросите где же идут коммуникации я вам отвечу коммуникации идут внутри стены сделать это не проблема если толщина стены позволяет и если эта стена не несущая из этой же серии я вам хочу показать комод номер два он же кухонный гарнитур здесь он правда уже побольше мы видим здесь человека который пробует свои силы и примеряется к этому экземпляру видимо готовится там что-то попробовать поделать пошинковать и начать варить может быть задумывается приобрести посмотрите как этот кухонный гарнитур совмещен со столешницей когда закрыта крышка мы имеем единую поверхность которая красиво облицована деревянным шпоном слева в колонну встроен духовой шкаф и микроволновая печь еще левее мы видим холодильник все это достаточно внушительного размера и великолепно впишется в минималистичный интерьер и будет выглядеть совсем как не кухня полностью растворяясь в интерьере но не замечательный ли вариант по моему полный кайф вариант номер два кухня скрыта за поднимающейся стеной вот это ноу-хау друзья посмотрите здесь трехметровая стена просто-напросто поднимается к потолку и нашему взору предстает этот замечательный предмет кухонный гарнитур где мы можем готовить сразу же скажу такой фурнитуры в наших магазинах практически вы не найдете а может быть и вообще не найдете но тем не менее как вариант он очень интересен в принципе если сильно заморочиться и поискать возможно вы его таки и найдете посмотрите какая прелесть стена опускается и мы имеем интересную фактуристую стеночку чем не декоративная отделка в вашем интерьере по моему очень даже ничего такая штукатурочка под ржавчину декоративную по моему очень даже интересно я бы на самом деле взял на заметочку на вашем месте если вы не любите наводить порядок на кухонной поверхности а гости вдруг нагрянули и надо все это безобразие как-то быстро скрывать поэтому опускаем стенку и все вуаля мы ничего не видим вариант номер три кухня как произведение искусства я бы так это сказал посмотрите на этот замечательный экземпляр мы видим яркие стулья полосатую поверхность и сверху картину более того это не простая картина друзья это гобелин кто бы мог подумать что на фарту кухне можно повесить гобелин правда он за стеклом так что не волнуйтесь жир не будет въедаться в ткань как вы изначально подумали все под стеклом все защищено и как вы видите рабочий вариант посмотрите как креативно подошли к оформлению острова и вообще кухонной поверхности она полосатая и за счет этого полностью скрывает на себе все предметы такие как смеситель такие как варочная поверхность такие как мойка мы их практически не замещаем просто за счет того что эта полосочка очень активно если мы смотримся повнимательнее то увидим что справа от столешницы шкаф он не глубокий а это значит там спрятано хранение посуды кастрюли сковородки ложечки поварежки приправы и все такое прочее аккуратно там скрылись слева холодильник встроенный разумеется все это облицовано красивыми филенками выкрашено в цвет стены и это самый важный момент обращаю на это ваше внимание за счет этого кухня скрывается то есть шкафы становятся невидимыми потому что мы их покрасили в цвет стены налепили на них молдинги и теперь нам кажется что это просто стена с молдингами но главное как наш взгляд сосредотачивают совершенно на других вещах то есть на полосатом острове ярких табуретках и гобелине на стене согласитесь никто гобелен на стену фартук кухни не повесить поэтому это очень такой я бы сказал оригинальный дизайнерский ход который делает кухню не кухни а каким-то выставочным образцом и это очень здорово я считаю обязательно где-нибудь в своих интерьерах попробуем четвертый вариант пожалуй мой самый любимый посмотрите на эту кухню эта кухня максимально лаконичная сколочена из фанеры и вместо ручек дырочки просверлены в этих самых фанерках которые открываются и внутри хранения ну куда ж на кухне без хранения посмотрите как оригинально сделана рабочая поверхность совмещенная с мойкой ну это же просто взрыв мозга кто себе мог представить что можно просто кусок камня вмонтировать в стену и это будет кухни вы могли я нет вот для чего нужно рассматривать интерьеры а потом это все использовать в своих работах делать их более нарядными креативными дизайнерскими выделяющимися но в общем ссылочку оставлю в описании на наш сайт перейдете и посмотрите наши работы но я возвращаюсь к кухне посмотрите какая прелесть но это еще не все посмотрите как работают с цветом здесь его практически нет только белое и черное все плюс немножечко оранжевого то есть деревянного цвета а белый и черный посмотрите как на контрасте работают кухонная утварь то есть поварешки ложки щипцы они специально черного цвета и являют собой часть композиции во всей этой кухне и нам кажется что это даже какой-то арт-объект возможно совсем не кухня в общем что-то такое необычное красивое и очень функциональное как мне кажется правда здесь я не нашел варочной поверхности возможно она откуда-то достается выпадывает или может быть достается на столешницу ставить история об этом умалчивает поэтому перехожу к следующему варианту вариант номер пять называется дачный как на даче организовать кухню чтобы она глаз не раздражала да просто-напросто оставьте старые стены которые будут какие-то облупившиеся непонятных цветов это не будет привлекать ваше внимание немножко наведем бардачка на полках не будем делать никакие дверки активный пол и все что мы видим мы видим стену окно пол а кухню да и не с первого раза замечаем вот видеть как поработали ребята скрывая эту кухню ну и конечно же целая армада бутылок какая-то невероятная коллекция напитков здесь на нижней полке мы можем наблюдать за счет всего этого за счет декора которые находятся на полках справа и слева мы практически не замечаем кухню которая здесь безусловно присутствует то есть с помощью декора мы можем скрывать кухонный гарнитур шестой вариант в нашем хит параде это кухня со шторочками вместо дверей друзья зачем тратить деньги на дорогую фурнитуру и дверцы когда можно просто повесить шторки кстати подождите не спешите писать гневные комментарии там внизу хотя можете их написать главное пишите это всего лишь пример как может быть и как другие дизайнеры да и вообще пользователи кухонных гарнитуров подходят креативно к оформлению кухня ну когда нету денег то чего вы еживаться и покупать дорогущие кухни давайте шторочки повесим а за шторочками уже полочки совсем необходимо но посмотрите как эти шторочки прекрасно вписывается в общую композицию и здесь в первую очередь у нас бросается в глаза что правильно пятна на стене это картины плюс микроволновка наверное специально так сделано и чтобы она стала частью композицию на стене то есть окно микроволновка картина еще картина розетки картина видите как это все вместе привлекает внимание дальше мы видим стол не очень привлекательный простенький с табуретками дальше плиточку и совершенно не замечаем кухонного гарнитура который безусловно здесь присутствует и пожалуй играет главную функциональную роль но не зрительную это вам тоже как прием скрывать кухонный гарнитур и делать это изящно и недорого седьмой вариант кухни когда мы видим что остров полностью растворяется в интерьере просто за счет того что его облицевали с зеркалом и не простым зеркалом а золотым отливом для чего для того чтобы она больше растворялась в этом золотистом интерьере посмотрите на пол он янтарного оранжевого цвета и конечно же этот золотой цвет зеркала прекрасно мимикрирует в этом интерьере сейчас проблема главное другая как бы не удариться об этот остров не заметив его когда побежал на кухню еще из интересного здесь на заднем плане мы видим шкафы просто три отдельных шкафа это кухня и есть друзья просто открываем двери и внутри шкафа находится холодильник морозильник слева находится хранение а посередине когда мы открываем этот шкаф там мойка друзья вот так креативно можно подойти к оформлению кухонного гарнитура если у вас есть старый шкаф смело ставьте его на кухню внутри запихивайте все кухни и в комнате будет выглядеть как будто это комната а не как кухня ну правда же здорово короче говоря если у вас есть старый шкаф вы уже можете сделать свою кухню необычной а также если где-нибудь надыбаете золотое зеркало вы сможете облицевать им кухонный гарнитур ну вот остров например как здесь и сотворить нечто похожее по моему очень достойный вариант который претендует на кухню невидимку восьмой вариант это супер минималистичная кухня которая превращается в стену это то что сейчас так модно и популярно и многие дизайнеры рисуют в своих интерьерах это когда стена полностью убирается и перед нами возникает кухня но на самом деле нам достаточно потянуть за ручку и дверка закрываясь скрывает полностью кухонный гарнитур а вместе и с ним весь бардак надо сказать что здесь кухня скрыта не полностью мы здесь видим на виду духовку и микроволновку при желании их тоже можно скрыть внутрь дверки то есть внутри шкафа они окажутся и тогда мы увидим полностью шпонированную стену или крашеную стену или как-то по-другому оформленную короче говоря это просто-напросто стена из той же серии когда кухня скрывается за стену просто напросто за дверки вот пожалуйста вам еще один вариант когда мы видим стену облицованную молдингами это такие штуковины под классику налепленные так вот это шкафы внутри которых точно также скрыт кухонный гарнитур но при этом на фоне классической стены стоит ультра современная столешница это остров на нем смеситель раковина сверху мы видим вытяжку и это очень тоненько и в противовес еще и цветом выделено вот в противовес белой стены вот в противовес вот этому классическому интерьеру вот такая вот модная современная я бы даже сказал ультра а я уже говорил но тем не менее ультра вещь которая стоит здесь на этой кухне и с первого раза мы даже и понять то не можем а кухня так где мы видим просто стол и все в общем вот такой обман зрения которое мы тоже можем подумать как применить в наших интерьерах и возможно как такой интересный элемент тоже где-то у нас появится но почему бы и нет главное же смелость и и деньги да деньги на это потребуется конечно же деньги дорогие друзья куда же без них какой дизайн без денег шторочки нас спасут как говорится ну вот еще например из той же серии когда мы видим кухонный гарнитур полностью скрытый за стеной стеной да эта стена является дверкой которая открывается задвигается в стену есть такие механизмы стоят очень дорого сразу же хочу предупредить но тем не менее позволяют скрыть кухню девятый экземпляр в этой череде невероятных прекрасных и незаметных кухонь вот этот великолепный экземпляр здесь мы совершенно не видим кухонного гарнитура но во первых потому что он скрывается за кухонным столом и стульями то есть за столовой группой но это не главное а главное пожалуй то что во первых кухня выкрашена в цвет стены и поэтому она скрывается в интерьере но чтобы она совсем полностью скрылась здесь сделан очень активный фартук посмотрите в какую прекрасную полосочку его выкрасили но скорее всего это плитка может быть даже это все нарисовали и не просто ведь посмотрите полосочка а ведь с таким направлением вверх прямо вот смотрите вверх вот прям настаивает эта полоска смотреть вверх потому что эта полоска образует собой прямо вот такое направление прямо какой-то вот угол такой вот стрелку наверх и ведь мы смотрим наверх а наверху мы видим люстру кстати говоря, за люстра висит вытяжка, которая абсолютно полностью скрыта. Я ее даже не сразу разглядел, поэтому вот так умело можно скрывать эти технократические предметы. И здесь это сделано великолепно. Справа и слева сделан коллаж, за полками наклеены какие-то куски обоев или картин, или каких-то детских рисунков, расставлен декор. Все это вместе собирается в единую цельную композицию, которую мы рассматриваем жадно долго и все еще не замечаем кухню, а она там есть. Вот, друзья, еще вам один пример, как можно скрывать кухонный гарнитур и делать это великолепно, красиво, прекрасно, необычно, нестандартно. Покажу вам еще один вариант из этой же серии. Ну, просто, как говорится, не мог устоять и не показать вам вот этот вот кухонный гарнитур, которого мы здесь тоже особенно толком-то и не видим, потому что он заслонен столом и стульями. Но главное даже не это, а главное, пожалуй, картина, которая здесь вместо фартука висит прямо над рабочей поверхностью, но, правда, не сразу от нее, а на некотором расстоянии. Там еще сделана полочка узенькая, на которую можно расставить декор, а сверху прекрасная картина. Это печать какой-то фрески, может быть, детского рисунка, может быть, еще что-то, в общем, непонятно что, но это прекрасно приковывает к себе взгляд и делает эту комнату, ну, скорее, какой-то прекрасной гостиной или столовой, но никак не кухней, где идет какая-то там сумасшедшая готовка. И кухня-то абсолютно полностью исчезает в этом интерьере. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, посмотрите на отделку стен, она абсолютно простая, никто не выпендривался, просто покрасил стены и все. Но за счет правильного подбора, декора, мебели, светильников, мы разглядываем именно композицию из этих предметов, не обращая внимания на какой-то там корявенький ремонт. Вот, кстати, справа посмотрите, как прекрасно вписался комод, какой-то старинный, возможно, от бабушки, может, на барахолке приобрели, но, на мой взгляд, очень вписался он сюда изящно. На нем стоят разноцветные бокалы из стекла и это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Кухня-невидимка номер 10 от нашего коллеги Месье Деньо, французского дизайнера. Посмотрите, что он сделал с этой кухней, это же что-то просто невероятное. Кухня выкрашена в один цвет, чтобы вы понимали, да еще и вместе с полом в один цвет, она просто серая, но ее же совершенно не видно, потому что он сделал ее пятнами, прямо как леопард или тигр в природе, за счет своей окраски, которая скрывается в этих джунглях, понимаете, также эта кухня скрылась в интерьере, она стала абсолютно невидимой, но за счет какого-то невероятного рисунка вот этой вот росписи, она как будто как бы оживает, ее даже где-то хочется и поразглядывать, ну и как вишенку на торте, он добавляет золотой светильник сверху. Это что-то просто невероятное, друзья. Ну, нужно отдать должное мастеру, а нам только поучиться, ну и главное набраться смелости, чтобы делать что-то подобное, не бояться брать и расписывать фасады у кухонь, а не просто тупо брать в кухонных салонах. Вот вам предлагаем три цвета, выбирайте из них, но если вдруг они нам не подошли и мы хотим покреативить, пожалуйста, я вам показал целых 10 вариантов, даже чуточку больше, но на самом деле их великое множество, которые смотреть, не пересмотреть, чем мы и занимаемся каждую неделю с нашими дизайнерами, постоянно повышая свой уровень образования. Это ключевой момент в работе дизайнера, смотреть, что делается вокруг, расширять свой дизайнерский кругозор, повышать насмотренность, искать эти фишки, а потом внедрять их в ваших интерьерах. Друзья, пишите в комментариях понравились вам эти кухни. Нашли ли вы для себя что-то нового, интересного или это вообще какой-то полный трешак? В комментариях обязательно пишите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, да пребудет с вами муза!